Приветствую вас, еще раз я вам на вопрос, на ваш касаемо бабушке. Вот, собственно, не совсем понятно, зачем вы задаете еще один вопрос Светланы, и платный, ну, видимо, хотите получить еще ответ. Хотя тут, как бы, нужна, наверное, консультация, нужна индивидуальная психотерапия, да, индивидуальная работа, а не вот то, что вы делаете сейчас. Итак, кто поможет разобраться в себе и оградить себя от излишних переживаний? Помочь может кто угодно из наших специалистов, которые есть на сайте. Уже начали дергаться глаза и губы от нервов на этой почве, ну, психотоматика. Дело в том, что меня испытывала бабушка, кроме меня, у нее никого нет. Вот тут вот чувствуется, как вы олицетворяете себя бабушкой, то есть сливаетесь с ней. То есть чувствовать себя обязанной и должной ей. Вот. То есть где я, где бабушка, где моя ответственность, где ее ответственность, где моя жалость к ней, как, ну, способ от нее оградиться, вот, это тут абсолютно не осознанно. Сейчас ей почти восемьдесят один, соответственно, здоровье слабее, случаются гипотонические кризисы, я приезжаю почти, практически каждый день. Зачем? Попадаю в обстановку лузарета, при этом не погибаю чувство вины, что я осталась жить с мужем отдельно, я переехала бабушка, она в свою очередь у меня души считает, что ее бросила. Вот интересно, а для чего бабушка вас, собственно говоря, воспитывала, если вы не можете переехать со своим мужем отдельно? То есть она воспитывала вас для того, чтобы вы были ей нянькой, были ей сиделкой. Но вот почему вы считаете, что вы должны ей? И почему вы считаете, что должны ей именно так, как вы говорите? Что касается того, что она считает, что вы ее бросили, разве это не личное ощущение человека, которого бросили? Ну то есть человек чувствует себя брошенным. Как-то. Дальше. Бывает, она чувствует себя нормально, апатия тоже вроде бы отступает, тогда полегче. Ну смотрите, если человек чувствует, что у нее проблемы, да, если она тем более знает, что это влияет на вас, то она бы давно уже обратилась бы к врачу, к психологу, к психиатру. Вот. Выписали бы ей там какие-то вещи, продиагностировали бы, да? Вот. А так, получается, что она ничего этого не делает. Кроме того, с каких пор апатия, это вообще говоря, проблема другого человека. То есть апатия, молодой человек, это проблема другого человека. Вот понимаете, да, как вы слиты, вы слиты с бабочкой. И вам это для чего-то нужно. Так, сейчас, но этот период, он длится уже месяц, я чувствую, сразу после пробуждения звонили, зачем? И каждый звонок слышу лишь одно, что все надоело, все плохо, ничего не хочется, жить не хочется, апатия еще и коз старый заполел и прочее прочее. Ну, это вот человек так выражает свои потребности, человек так уже живет. Созваниваемся по два-три раза в день, после каждого потом звонка, я ничего не могу с тобой поделать, начинаю нервничать, начинается та же апатия, разражение, ну, происходит заражение после утра, то есть личной границы нет. А зачем созваниваетесь по два-три дня, чтобы что? Индарь будет, ну, мы с ним, но я не могу снять до утра. Индарь была еще давно запланирована поездка на отдых. Как вы поднести это бабушке, что я на две недели уезжаю с улиц, когда у нее депрессия? Светлана, про депрессию, пожалуйста, послушайте мой предыдущий ответ на ваш вопрос. Ну и какое отношение имеет ваша жизнь к ее жизни, да, если она себя нормально обслуживает и критически в вас не нуждается? Это вопрос. Так, значит, сделка, она не приемлет от общения, со знакомыми отказывается. Скажите, а разве это не ее выбор? Вот то, что она делает, это не ее выбор? Или вы, Светлана, считаете, что, ну, что раз она отказывается от знакомых и отсиделка, то вы ей должны? Как это работает? У вас. Ну, то есть вот как, как это работает? Дальше. Свет сводит меня с ума. Понимаю, что не могу на все, что сжатывать в своей жизни, но в то же время чувствую, что будто бы обязан это делать. Вот кто, если не я? А почему вы считаете, что вообще кто-то обязан что-то делать? Ну, то есть одно дело, если бы ей требовалось помощи всем. Другое дело. Да, одно дело. Понятно. Но что именно вы делаете? То есть, у вас повышенные требования к себе и для того, что у бабочки повышенные требования к вам и к себе, возможно, тоже. Вероятная бабочка свое воспитание вас преподносила как жертву и вам эта позиция жертвы в данном случае передалась. Вы треугольник Карпмана почитайте. Дальше. Как справиться со всем этим? Справляться ненужно. Необходимо раскрывать ваши чувства и учиться их слушать и правильно, ну, конструктивно выражать. Как уметь абстрагироваться? Абстрагироваться ненужно. Потому что абстрагирование, это по факту, ну, это игнорирование. Мне это совершенно не получается. Ну, можно научить. Понимаю, что все это не может без договора благотворно оправдиться в моей жизни, в частности, в личном плане, хотя мышь и относиться с пониманием. Есть планы, где вести ребенка. Зачем? Но в таком напряжении все это время кажется, что не время. Замечусь, бабочка не требует ничего понимать, что из-за этого состояния мне тяжело. В то же время есть, как и есть. Мои нервы, по крайней мере, уже, ну, ваша бабочка понимает, но, тем не менее, отказывается и от сиделки, и от общения знакомых, и от врачей. Не очень-то, знаете ли, она спешит облегчить вам вашу жизнь. То есть, как позвонить вам, это нормально, да, как ждать звонка, а как с другими людьми пообщаться? Нет. Что почему? Потому что она очень хорошо знает, что другие люди быстро выведут ее на чистый уровень. Вот. А мне очень жаль, Светлана, что вы, судя по всему, не прислушались к моему предыдущему ответу, где я говорил про истероидность, истероидное поведение. И про, ну, такую вот, созависимость. Ну, вот, рекомендую вам переслушать это. И изучите, пожалуйста, треугольный Карпмана, я думаю, вам это будет достаточно полезно. А также созависимые отношения, вот просто созависимые. И изучите. Вам требуется психотерапия, вам действительно ребенку сейчас рожать не временно, не потому что из-за бабушки, а потому что вы созависимый. И если бабушка выйдет из вашей периферии созависимости, вероятно, вы найдете что-то еще. Потому что если вы созависимый, вы не можете жить без объекта зависимости. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи. Продолжение следует. Так не только.